Так, надо найти Джека и Настю, это что за могила? А, пиратик? Окей, ладно, это не суть, сейчас главное найти Настю и Джека, чтобы потом в дальнейшем найти Градуса. Кто не помнит, ребят, Градус застрял сейчас в Эндер мире, и я его, грубо говоря, потерял там, потому что, ну, реально не знаю, где он может находиться сейчас. И, господи, в наше отсутствие вы только посмотрите, сколько всего здесь построили, ё-моё, это чё, здесь был наш домик, да? Надеюсь, что нет. Ладно, блин, какие, кстати, красивые деревья, и, чтобы вы понимали, это, по ходу дела, наша деревня, но, надеюсь, что нет, Потому что было бы не круто. Охотник, ты меня сейчас очень сильно напугал. Так, ладно, надо кого-нибудь попросить помощи, Настя, Джек, вы здесь, Настя. Так, Настя, ты здесь? Господи, здесь чё-то загрифилили. Так, давайте убьём вот этого паука и вот этого скелета, потому что, блин, нафиг они здесь нужны? А, всё, он сам сгорел. И у меня есть целых 29 плодов Хоруса, хорошо. А чё у меня вообще на интере есть? О, у меня есть элитры, так, одни на мне надеты, голова дракона, давайте её тоже наденем, смотрите, какой я теперь красивый. Ну, по сути, я сильно за градусы особо не переживаю, потому что, ну, блин, это градус, я думаю, он справится в случае чего. Тем более, он вампир. Ладно, давайте займёмся пока что моим любимым делом, да будем немного пшениться. И, ребят, пока я этим занимаюсь, хочу напомнить, что на 100 тысяч подписчиков я буду делать летсплей с вебкой. Поэтому, если бы ты хотел, чтобы я сделал летсплей с вебкой, то подписывайся, если ты этого ещё не сделал, бро. Большинство людей смотрят этот видос без подписки. Если бы сейчас каждый просто подписался, тогда бы мы добили 100 тысяч просто за пару дней. Ну, серьёзно, я совсем забыл про вот эту вот книгу, здесь же какой-то странник оставлял свою записку. Так, вот этот домик я помню, и поэтому Джек и Настя, возможно, где-то близко. Блин, ой, я упал в какую-то пещеру, ладно, что здесь у нас есть? А, в принципе, ничего интересного. Так, смотрите, у него здесь прям панорамное окно, а, ой, так, я не хотел это ставить. А, что это, господи, откуда здесь оборотни? Пошёл отсюда, эм, тебе всё равно на меня? А, нет, мне всё равно, они меня кусают. Так, у меня мало хп, а, окей, понимаю. Всё, ребята, включил запись, потому что я очень долго убивал этих оборотней. И смотрите, где я сейчас нахожусь, это какая-то гигантская просто скала. Мы сейчас туда с вами заберёмся и посмотрим, что там вообще есть. А пока, эм, подождите, эм, чё? Это, это, это чё у нас тут такой за, за камень интересный? Эм, обычный булочник. Ты чё, аферист? Ладно, о, опа. Кто-то здесь сделал вот такую вот клеточку для оборотня, прикольненько. Ну чё, чё ты мне теперь сделаешь? Ну, кстати, вот эта штука мне пригодится. Эйца, нет, я не хотел, я тупой, зачем я его открыл? Нет, отстань от меня. На самом деле эти виллы очень сильные, и всё, да, я убил его. Я уже бегаю, наверное, полчаса вообще не могу найти ни Настю, ни Джека. И как вы видите, я сейчас зашёл в вампирский лес, и почему-то тут никого нет. Окей, это хорошо, только я сказал, но нет, здесь огромное количество вампиров. Главное не стать вампиром, реально, главное тупо не стать вампиром, потому что мне это сейчас вообще не надо. Мне сейчас просто надо найти ребят, чтобы спасти градуса. О, там призрак, жутко. Чего это? Это что такое? Это маленький вампирёночек? Привет, ты милый, а ты не очень. Так, я в какой-то деревне. Вот что будет, если вы себе добавите в регион Грифера. Будьте аккуратнее. Зомби, господи, как я давно вас не видел. Ну-ка иди сюда, давай, давай. Ладно, не могу я никого найти, и... Не хотел я этого делать, но, видимо, придётся. Поскольку мне надо найти градуса, но я утратил все свои силы, надо что-то делать. И я кое-что придумал. Я стану оборотнем. Вы спросите, почему не вампиром, почему именно оборотнем? Ну, во-первых, вампир горит на солнце, и во-вторых, оборотень быстрее и сильнее. И только как это сделать, я ума не приложу. Интересненько, чё это за место такое? Надо туда наступить. Ой, это звучи и пески. Помогите. А-а-а, помогите, как отсюда выбраться, блин? Я почти вылез, давай, 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 блин, нет, 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 нет. Я не хочу застрелить здесь на вечность, блин. Фух, я выбрался, хорошо. Единственное, что после драки с теми оборотнями я чувствую себя не очень хорошо. Там какой-то чувак, давайте отсюда лучше уйдем, а то вдруг он меня ещё убьёт. Так, а как же стать оборотнем? Так, о, чего? Вещи отдай. Почему ты у меня их забрал? Эм... А-а, я стал оборотнем. What the fuck? Чуваки, кажется, я понял. То есть, когда я дрался с ними, они меня заразили? О, смотрите, как я высоко прыгаю. Чего? Я не думал, что насти будет так круто. Эм... У меня все вещи попадали, какого фига? Почему я ничего не могу держать, что за бред? А-а, как мне кушать, не понял. То есть, если я захочу взять морковку, она выпадет из рук. И что мне делать теперь? Не, вы, вы, подождите, стоп, стоп, стоп. Как мне покушать? Возможно, надо каким-то образом перейти в стадию человека, есть такая вероятность. Так, ладно, давайте это сейчас попробуем сделать. О, броу, привет. А-а, я пошутил, ладно, я просто хотел с тобой поздороваться. Блин, кстати, я нормально так бью. Реально нормально, по 4 хп сношу, это неплохо. Давай, давай, нападай, ну что ты сделаешь против меня, против оборотня? А, ну разве что только убьешь. Ну, зато теперь у меня полная сытость. Крипер, привет. Ой-ой-ой, не-не-не, не взрывайся. Не взрывайся, сейчас я вот так вот тебе, вот так вот. Не, на самом деле быть оборотнем прикольно, я так классно прыгаю, паучок. Ну-ка давай, иди сюда, иди сюда. Правда, я, наверное, оборотень первого уровня. Надо каким-то образом прокачаться. Да, надо каким-то образом прокачаться, чтобы быть уровня, там, не знаю, миллионного. Настя говорила, что для этого надо убивать охотников. Давайте сейчас попробуем это сделать. Охотники, вы где? Кстати, никого вообще не вижу. Опа, опа, охотник, привет. Ну, что ты мне сделаешь? Блин, смотрите, сколько на меня людей хотят напасть. Идите нафиг, вас слишком много, вас реально слишком много. Так, ну-ка давай, охотник, иди сюда, иди сюда. Ну, давай, 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 давай. Давай, нападай. Блин, нет, капец, их реально слишком много. Ну, нафиг, ну, нафиг, я лучше пойду отсюда. Что, почему такая толпа? Так, надо покушать, я забыл, что я этого сделать. Да не могу, жесть. О, они там дерутся друг с другом. Вот дурачки. Ладно, надо допрыгнуть вот туда. Оп, да всё, допрыгнули. Благо, у меня большой прыжок. Реально, это очень круто, надо долететь. Так, всё, будем теперь передвигаться по деревьям. А вот и просто охотники без всяких вампиров. Это хорошо. Ой-ой-ой, слишком много охотников, прямо слишком много. Кстати, благо, вот тот охотник-лучник немножко косой. О, пол хп, нет, помогите, я умираю. Так, я убил одного охотника, и чё, я теперь прокачался, да, теперь я сильный. Правда, они меня два раза убили, но я думаю, это не страшно. Так, давай, 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 последний, ну, умирай, пожалуйста. Фух, убили. Так, я не понял, я прокачался или нет, ну, надеюсь, что да. Ребят, если чё, подскажите мне в комментариях, как стать крутым оборотнем, потому что мне всё-таки надо сейчас прокачаться для того, чтобы отправиться на поиски градуса в одиночку. Джек и Настя непонятно где, возможно, с ними чё-то приключилось, окей. Ну, надеюсь, что нет, и чё это за деревня такая, господи. Это реально очень стрёмная деревня, вы посмотрите, просто чёрные доски. Кстати, это выглядит очень красиво, но здесь уже всё давно залутали, да. Так, вот с этим я связываться, пожалуй, не буду, это звучит пески, это не круто вообще, так что, ладно, фиг с ними. Так, я понял одно, чтобы покушать, надо превратиться в человека. Кушаем морковку, и, господи, у меня какие-то эффекты, ладно. Пожалуй, опять стану оборотнем. Мне просто нравится прыгать. И на самом деле реально бесит то, что у меня из рук всё выпадает, когда я это беру. Я понимаю, что у меня же лапки. Но, тем не менее, ну блин, это реально очень сильно раздражает. А что будет, если убью вампира? Кстати, неплохая идея. Как раз я вижу вампирский лес очередной. Надеюсь, тут не будет дофига охотников, блин, здесь такие красивые закаты. И охотник, пожалуйста, лучше отвали от меня. Ой-ой-ой, не, лучше я от них отвалю. Видимо, я ещё слишком слабый оборотень. Эх, Настя бы сейчас не помешал. Окей, ладно. Давайте пока что отложим нашу прокачку, а сейчас надо бы сделать небольшое убежище. Ломаем дерево. Так, вампир, отвали от меня. Просто отвали. Все в этом мире пытаются меня убить. Если в том параллельном мире там хотя бы было поменьше вот этих монстров, у меня была бы своя база, куда я мог сходить. И вообще ничего там не бояться, то здесь я вообще ничего не могу сделать. Надо поесть картошечки. Так, ладно, я почти достроил и осталось совсем немножечко. Так, мне не хватило дерева. Блин. И вообще, ребят, напишите, нравится ли вам видео по вампирам. И если это так, то напишите, да, что нравится в комментариях, потому что хочется знать реально, что снимать для вас, что вам интересненько, чтобы вы смотрели с удовольствием. Так, теперь нам хватит деревца. Так, да, точно все хватит. Вставим верстак. Дверка. Фонарик. Так, вот такое вот пока что небольшое убежище у нас будет. Надо, кстати, поставить туда стекла. Ну ладно, пойдемте делать печку. Поставлю еще сюда маленький сундучок для того, чтобы сложить ненужные вещи. Кстати, у меня есть пшеничка, точно. Давайте сделаем хлебушка. Теперь можно и покушать. Блин, а про крышу-то я совсем и забыл. Хотя крышу сейчас не главное, главное сделать стекла, потому что без стекол в этом доме вообще не будет смысла. Ладненько, добыли песка и теперь ставим стекла. Блин, я забыл, что их надо переплавлять, господи. Я совсем с ума сошел уже по ходу дела. Я бы не хотел, чтобы у меня дома был песок вместо стекол. Ставь лайк, если тоже. Я слышу тут пауков. Ну-ка иди сюда, иди-ка сюда. Давай, давай, ну нападай, нападай. Блин, какие же они страшные в этом мире. Так, пожарилась картошечка, покушаем ее и пойдем убьем вот того вот зомби. Возможно, вы спросите, Райм, а зачем ты сделал вот этот дом? Для чего вообще это надо? А я вам отвечу, что это просто временный домик, в котором я сейчас немножко поживу и потом просто пойду дальше, построю какой-нибудь еще один домик. Просто я сейчас очень далеко зашел, и мне надо где-то переночевать. Так, и чтобы мне здесь было не сильно одиноко... О, привет, дружище. Так-то лучше. Так, уже переплавилось 6 стеклышек. Давайте сделаем стеклянные панели, потому что, ну, не знаю, мне, кстати, больше нравятся именно стеклянные панели, а кому-то нравится стекло. Ребят, напишите, кому что больше нравится, стекла или стеклянные панели? Не знаю почему, но все-таки, мне кажется, стеклянные панели выглядят как-то получше, придают больше объема дому, возможно. О, я испугался, господи! Дракоша, я тебя испугался, я подумал, что это Эндермен. Так, вот это я нашел в Эндермире, что это такое? Допустим, я сюда положу кирочку, так, и она вертится. Интересный артефакт, надо спросить у градуса, что это, потому что, по-моему, такую штуку я видел в том мире у него в потайной комнате. На самом деле, я вообще насчет градуса не беспокоюсь. С ним 100% все хорошо, потому что, блин, ребят, ну это же градус. Хотя, блин, то, что происходило с ним в последнее время, меня немножечко пугает. Ну ладно, мы еще с ним поговорим об этом, а пока что так, я сделал себе стеклышки, и так, песок мне больше не нужен, дожариваем картошечку. О, и как раз доделываем потолок. Все, у нас дом готов полностью. Конечно, это не верх архитектуры, но, тем не менее, что есть? Скромненький, маленький, зато уютненький, и здесь можно переночевать. Ладненько, давайте попробуем побегать немножечко за оборотни, еще посмотреть, что-то как здесь есть вообще. Так, тут кто-то бегает. О, что это сейчас было? О, вампиры, а-а-а, от чего они умерли? Надеюсь, от моего присутствия. Они просто от страха такие, ну нафиг. Так, тут явно кто-то был, и знаете, мне интересно, что это вот такое за цветочек? По-моему, это как раз-таки из мода про вампиров. Волчий Аканит, ага, то есть это как-то связано с оборотнями. Блин, я на самом деле реально вообще нуб по этому моду, поэтому, ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях, что-то как вообще с ним работать и как прокачиваться, потому что в следующей серии мы пойдем искать Джека, Настю и Градуса. Чувствую я, что будет что-то интересное. Ну, а с вами был Рэм, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачки, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok